Мария Мария Мать так и сделала, потому что верила во всякие приметы. Потом уже все привыкли. Старшую звали Марией, а младшенькую Машей. Когда умерла их мама, на несколько месяцев девочек забрал к себе пожить отец. Им было 15 и 19 лет, но вскоре они вернулись в свой дом, посчитав себя вполне самостоятельными. Как-то вечером младшая сестра Маша готовила ужин. Старшая была еще на работе. Маша вытирала руки кухонным полотенцем и вдруг с ее пальца упало колечко. Это было бабушкино кольцо. Оно было немного велико Маше и поэтому легко соскользнуло с пальца. Маша тут же нагнулась, чтобы поймать кольцо, но оно покатилось и упало прямо в щель в полу. Полы были старые и в них были большие щели. Девушка запаниковала. Она схватила большой нож и стала пробовать достать кольцо из щели, но нож ни во что не упирался, а как будто провалился в пустоту. Тогда она побежала за фонариком, но и от него не было толку, так как в щели ничего не было видно. Девушка села возле стола и заплакала, ведь кольцо было очень дорогое. Тут за окном послышались голоса. Эта старшая сестра возвращалась с работы со своим парнем. Увидев плачущую младшую сестренку, Мария спросила, что случилось. «Не скажу, ты меня убьешь», – никак не хотела признаваться Маша. «Да говори же, не бойся, если что, я буду ее держать», – смеялся Олег, парень старший. Тогда Маша рассказала, как кольцо слетело с ее пальца и укатилось под пол, и что она не смогла его достать. Мария очень расстроилась и просто молча ушла в комнату, а Олег стал успокаивать Машу. «Да не переживай ты, я сейчас попью чаю, а ты неси монтировку и достанем ваше кольцо». Маша так и сделала, принесла ему инструмент и, попив чаю, Олег начал вскрывать пол. Половицы у пола были очень толстые и широкие, не такие, как в квартирах. Мария, услышав шум, вбежала на кухню и закричала, что вы делаете, пол же старый. Но Олег его успокоил, пообещав потом приколотить все на место очень аккуратно. Отогнув половицу, Олег включил фонарик и заглянул под пол. Вдруг его лицо побледнело. «У вас тут что, кладбище что ли?» Взглянул он испуганными глазами на девушек. По его взгляду сестры поняли, что он не шутит, и у обеих изменилось выражение лица. «Что там, зая? Не пугай!» Закричала Мария. Олег подозвал ее к себе и попросил помочь ему отодрать половицу. Все трое заглянули под пол. Прямо под ними внизу виднелась могильная плита, а на ней сверху лежал большой деревянный крест. Все трое были в ужасе. «Я сейчас спущусь и посмотрю, что это такое», – дрожащим голосом произнес Олег. Он взял фонарик и полез вниз. Под полом оказалось очень просторно. Парень выпрямился во весь рост и мог спокойно пройти даже под комнату. Он посветил во все углы. Везде было пусто. Вдруг недалеко от себя он увидел лежащую игрушку – плюшевого слоника. Он поднял ее, отряхнул и протянул сестрам. «Это же мой старый слоник», – удивилась старшая сестра. «Как он там оказался?» Мария немного подержала игрушку в руках, а затем отложила ее в сторону. Олег осторожно подошел к могильной плите, попытался разглядеть, есть ли на ней какие-нибудь надписи. Под крестом он увидел табличку. Тогда он стащил с плиты крест и посветил на нее фонариком. Все трое затаили дыхание. «Мария!» «Там написано Мария!» Вдруг закричали сверху девушки, увидев надпись. Старшая тут же начала креститься и вслух читать молитву. «Так что делать-то будем?» «Давайте выкинем эту плиту, окрест сожжем», – испуганно снизу отвечал им Олег. «Но как мы ее оттуда вытащим?» «И вдруг нельзя этого делать», – не соглашалась Мария. Олег стоял молча и пытался прийти в себя. Немного постояв, он протянул фонарик Марии, а сам, взяв в руки монтировку, стал отодвигать плиту. Под ней ничего не оказалось, плита просто лежала на земле. «Ладно», – сказал он девушкам, – «оставим все как есть». «А кольцо?» – воскликнула Маша. Олег поднял правую ногу и посмотрел на землю. Под его ногой лежало колечко, как будто он почувствовал, что оно тут лежит. Вскоре они прибили половицу на место и сели ужинать. Старшая сестра пыталась позвонить отцу, но его телефон был недоступен. Олега решили оставить на ночь, а слоника бросили в корзину с грязным бельем. Мария собралась его постирать и посадить на полку с остальными игрушками. Ночью они все трое не могли уснуть под впечатлением случившегося. Мария пыталась понять, почему на табличке было написано только имя, ни фамилии, ни отчества. И еще был подписан год – 1907. Они лежали на кроватях и рассказывали друг другу разные мистические истории. Кровать Маши стояла рядом со входом в комнату, и вдруг ей стал слышаться голос со стороны кухни. Все притихли и стали слушаться. На кухне тихо напевал женский голос. Через минуту пение плавно стало переходить в чтение молитвы, и голос стал приближаться. Маша, дрожа от страха, потихоньку перебралась на кровать к сестре с Олегом. Они прижались друг к другу и молча ждали, что же произойдет. Голос стал слышаться все ближе, и тут они поняли, что он доносится из-под пола. Когда голос был уже почти под их кроватью, Маша не выдержала и громко закричала. Следом за ней, испугавшись ее крика, закричали Олег с Марией, а когда они успокоились, поняли, что голос исчез. Олег тут же подскочил, включил свет и схватил свой мобильник, чтобы вызвать такси. «Мы поедем ночевать ко мне, одевайтесь», – скомандовал он девушкам. Девушки стали быстро собираться, а Олег вызвал такси. На следующий день Мария отпросилась с работы пораньше, Маша после школы сидела в гостях у подруги. Мария позвонила Маше и Олегу, и они втроем встретились на остановке, чтобы идти в дом. До отца они так и не дозвонились в течение дня, им это показалось очень странным, но других родственников у них не было. Пока они шли к дому, погода резко начала портиться, и на небе появились густые тучи. От этого на улице сразу потемнело. Подойдя к дому, они увидели в окно, что на кухне горит свет. Маша вдруг остановилась. «Я туда не пойду», – заявила она. «Олег, мы ведь выключали свет, ты помнишь?» «Конечно, выключали, и дверь на замок запирали», – ответил Олег. В это время Мария чего-то вскрикнула. «Что случилось?» – испугалась Маша. «Вы видели? Посмотрите в окно, по кухне ходит какая-то женщина», – испуганно отвечала Мария. «Ладно, стойте тут, а я пойду пока один», – приказал Олег сестрам и направился в дом. Девушки остались ждать. Через несколько минут свет в доме погас, а Олег выглянул в окно и позвал сестер. Когда они зашли домой, то удивились, в доме было очень чисто, пыль с полок вытерта, и даже политы цветы, а на кухне стоял приготовленный ужин. Сестры начали расспрашивать Олега, что он увидел, когда зашел домой. Но он ответил, что ничего странного, кроме включенного света, он не заметил, и что дверь была заперта. Все трое решили, что, наверное, это призрак их мамы. Ужин был приготовлен из продуктов, лежавших в холодильнике, поэтому они не побоялись это кушать. Да и в течение дня они рассказывали о произошедшем всем своим друзьям и знакомым, и в основном все сказали им, что призраки не опасны и не могут причинить какого-либо вреда. Ночевать девушки решили тоже дома. Они включили по всему дому свет, на кухню унесли магнитофон и негромко включили радио. В комнате включили телевизор и спать решили со всеми включенными приборами. Маша уснула первой. Олег и Мария смотрели фильм по телевизору. Вдруг свет резко потух по всей квартире, и все электрические приборы отключились. Олег и Мария испугались и застыли, как оцепеневшие, даже не дыша. В доме наступила гробовая тишина, и лишь на кухне слышался скрип полов. «Нужно проверить счетчик, может, пробки выбило», – прошептал Олег. «Но счетчик у нас на кухне», – ответила Мария. «Ты туда пойдешь?» Олег замолчал и начал слушаться звуки, а на кухне раздавались чьи-то шаги. Шаги стали приближаться к их комнате. Мария вцепилась в Олега и позавидовала Маше, которая сейчас спокойно спала и ничего не слышала. Шаги остановились возле приоткрытой двери, и тут они снова услышали молитву, как и вчера ночью. Дверь заскрипела и начала потихоньку открываться. Олег и Мария не дышали, ожидая чего-то ужасного. Стало тихо. Они начали всматриваться в темноту, но, к их удивлению, в темноте ничего не вырисовывалось. Никаких человеческих фигур или чего-либо другого, только лишь привычная обстановка комнаты. Мария и Олег крепко обнялись и решили поскорее уснуть, чтобы пережить весь этот кошмар. Рано утром Марию разбудил будильник. Открыв глаза, она увидела, что ни Маши, ни Олега в комнате нет. С кухни доносилась музыка. «Маша! Олег!» – позвала Мария. В ответ с кухни она услышала Машин голос. Мария прошла на кухню. Сестра сидела за столом и спокойно завтракала. На столе играл магнитофон. «А где Олег?» – удивилась старшая сестра. «Не знаю!» – ответила Маша. «У тебя хотела спросить. Кто приготовил завтрак?» – продолжала задавать вопросы Мария. «Свет давно включился?» «Свет был. И завтрак тоже был». Мария удивилась. Ведь сегодня был выходной и Олег должен был остаться с ними дома. Она попробовала ему позвонить, но он не брал трубку. Все это было очень странным. А Маша выглядела такой спокойной, как будто заколдованная. «Мы поедем сейчас к папе. Раз не смогли до него дозвониться, то поедем к нему домой», – сказала Мария младшей сестре. «Я не поеду», – вдруг замотала головой Маша. «Мне дома хорошо». Тут Мария увидела в руках у Маши своего слоника, ту игрушку, которую они достали из-под пола. Он был выстиран и смотрелся почти как новый. «Не бойся, это мне бабушка дала», – сказала Маша, увидев на себе пристальный и удивленный взгляд старшей сестры. «Она пришла ко мне утром, дала его и сказала, что это наш талисман, а кольцо сказала бросить в могилу. Я так и сделала». «Что сделала?» – переспросила Мария. Бросила кольцо под пол, протолкнула его в ту же самую щель. «Баба Маша сказала, что если этого не сделать, то мы рано умрем, как наша мама и бабушка». «Кто?» – еще больше удивилась Мария. «У нас нету бабы Маши». «Это наша прапрабабушка. Она говорит, что нас, как ее, назвали в честь Святой Марии». Мария села за стол и замолчала. Она решила, что сестренке все это приснилось. «Ты съезди к папе, если хочешь, а я дома побуду», – улыбнулась Маша. Мария, не позавтракав, пошла одеваться. Вскоре она приехала к отцу. Он был дома. На вопрос, почему у него был недоступен телефон, он удивленно качал головой. Мол, с телефоном все в порядке. Тогда дочь стала ему рассказывать обо всем, что с ними случилось за эти две ночи. Но он даже не дослушав, махнул рукой. «Да знаю я. Бабка ваша ведьмой была. Говорю вам, переезжайте ко мне». Мария изумленно вытаращила на отца глаза. «Какая бабка? Баба Маша?» – спросила она. «Ну да. Откуда ты знаешь про нее?» «Неважно. Маше приснилось. Рассказывай, кто она такая». Она наказывала своей дочери, что всех девочек в роду Марии не называли. А самое интересное, она сама предсказала свою смерть, в каком году умрет. Заказала себе могильную плиту и просила похоронить ее под домом. И что же? А ничего. Похоронили, как полагается, на кладбище. Только вот могилу ее потом никак найти не могли. «Мы с вашей матерью тоже все кладбище обошли, а ее могила как провалилась». «Почему же ни маму, ни бабушку Марии не назвали?» «Не верили они. Про прабабка ваша страшная колдунья была, вот кто-то и проклянул ее. Сама-то она долго прожила, а вот прабабушка и бабушка и мать ваша рана умерли. А ведь прабабка хотела вашу маму Марии назвать, но бабушка отказалась дочери давать имя в честь ведьмы. Зато, когда умирала, маму вашу уговаривала своих дочерей Машами назвать. «И что же нам делать, папа? Теперь мы тоже умрем». «Ерунда это все. У вас в роду все бабы ведьмы, это точно. А вы переезжайте жить ко мне». «Блин, папа, я Машку одну там дома оставила. Я поеду к ней, ты мне позвони обязательно». Мария вдруг вспомнила про сестру, и на сердце у нее появилось беспокойство и страх. Она стала быстро собираться на ходу, набирая номер сестры, но Маша не брала трубку. Приехав домой, Мария нашла младшую сестру, спящую на кресле перед зеркалом. Мария тут же начала ее будить. «Что случилось?» Открыв глаза, спросила Маша. «Я испугалась за тебя. Почему ты не брала трубку? Я заснула». «Ты мне лучше расскажи про бабу Машу. Ты правда видела ее?» «Да, она опять разговаривала со мной, только в зеркале. Я видела ее. Она такая вся синяя и седая». Тут неожиданно у Марии завибрировал телефон. «Алло, Олег, ты где, милый?» Обрадовалась Мария. Через несколько минут, положив трубку, Мария заулыбалась и взяла сестру за руки. «Олег звонил. Оказывается, он проснулся дома», – радостно сообщила она. «Сам ничего не помнит, как дома оказался, но сказал, скоро приедет». «Ага», – спокойно ответила Маша. «Теперь мы можем ничего не бояться. Бабушка сказала, что наша мама позаботилась о нас и выполнила ее наказ, кроме кольца». «А что кольцо? Оно ведь очень дорогое. Мы могли его продать». «Его нельзя было продавать. Это кольцо прапрабабушке подарил злой человек. На него было наложено проклятие. Да и мне кольца не жалко. Главное, пусть нам будет хорошо». «Пусть», – ответила Мария, обняла сестренку. «Кольцо прапрабушке подарил злой человек». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова